Песни, танцы и веселые игры для своих гостей провели преподаватели и воспитанники детской школы искусств. Самому юному артисту мероприятие было всего 6 лет, а называлось «Торжество территория добра, здоровья и красоты». Посмотреть программу было приглашено более 100 учеников вторых классов из школ города, в том числе и юные артисты учреждения дополнительного образования. Я здесь занимаюсь два года. Мне очень нравятся эти танцы. Я танцую танец «Озорные морячки». Я очень люблю свои танцы и мне очень нравится здесь заниматься. Впервые день защиты детей население планеты отметило в 1950 году, а уже со временем от него взяли свое начало другие праздничные дни, посвященные защите и развитию молодого поколения. Несмотря на давнюю историю самого праздника, этот день успел полюбиться детям, и каждый из них имеет свое представление об этом торжестве. Это детский праздник, там выступают дети, это очень интересно, там всех детей, там все надарят, если, например, я раньше ходила на площадь, там подарки раздавали, это наш праздник, мне все понравилось, все выступления, там прям все понравились, все такие интересные движения, так высоко ногу поднимали. Я думаю, что они очень хорошо выступили. Руководство школы искусств ежегодно проводит мероприятия ко Дню защиты детей. В этом деле необходимо постоянно придумывать новые игры, конкурсы и творческие номера. Все делается для того, чтобы угодить юным дарованиям. На протяжении всего праздника нас ожидают сказочные игры, потому что этот праздник мы посвящаем Году литературы, сказочные эстафеты с героями любимых, полюбившихся сказок, мультфильмов. Будут песни, шутки, танцы. Территория добра, здоровья и красоты – это одно из первых праздничных мероприятий, проводящихся в городе перед Днем защиты детей. Ну а его заключением станет торжество, которое в Нефтекамске будут отмечать 1 июня. Татьяна Галиева, Альверт Гарипов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова